Церковь, давайте коротко помолимся перед проповедью, попросим, чтобы Бог благословил нас, Иисус Христос. Мы просим, чтобы Ты благословил Твое Слово, Господь, чтобы оно сегодня коснулось каждого сердца, Господь, чтобы оно произвело желание и хотение, Господь, следовать за Тобою, служить Тебе, Боже, чтобы оно обновило наше мышление, Господь. Мы уверяемся в Твои руки, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, мы можем присаживаться на наши места. Да. Возможно, если есть люди, которые стоят, дорогие братья и сестры, если есть рядом с вами место, вы можете поднять руку, чтобы все могли присесть. Тема моей проповеди называется так. Неолимпийский огонь. Неолимпийский огонь. Олимпийский огонь – это один из символов Олимпийских игр. Это такие спортивные соревнования, о существовании которых, мне кажется, знают практически все население Земли. Возможно, за исключением каких-то отдельных племен, которые находятся в глуши и не имеют никакой связи и сообщества с миром. Олимпийский огонь, он всегда берет свое начало в городе Олимп, который находится в Греции. И в этом городе впервые стартанули Олимпийские игры. Этот огонь доставляют из города Олимп в то место, в котором будут проводиться Олимпийские игры. Как его доставят, вообще никого не интересует. Есть множество способов, которыми пытались или которыми доставляли этот огонь. Его доставляли на сверхзвуковых самолетах, на лодках, поездами, пароходами, катерами, на инвалидной коляске. Даже официально зафиксировано, что его доставляли на тарзанке. Я не знаю, ну, видать, какой-то промежуток пути, да, кто-то где-то спустился с этим Олимпийским огнем. Вот так. И интересно то, что задача доставить этот огонь. Как ты его доставишь, я повторюсь, мало кого интересует. Ну, естественно, главное, чтобы это было в рамках закона. Знаете, похоже, что-то происходило и в Слове Божьем с учениками, когда Иисус Христос отправлял учеников доставлять огонь. Понятное дело, что не Олимпийский, а огонь спасения, огонь Евангелия, который должен был коснуться сердец неверующих людей. И эти люди должны были бы примириться с Господом Иисусом Христом. Слово Божье, современный перевод, Евангелие от Марка 6, 7 написано, «Он созвал к себе двенадцать своих учеников и послал их подвое на проповедь, и дал им власть изгонять нечистых духов». Знаете, я заметил на страницах Библии одну интересную вещь. Я ни разу не видел, чтобы ученики, когда их отправляли на евангелизацию, были недовольны. Я ни разу не видел, чтобы кто-то из них не пришел, ну резко заболел, или там нашел себе какое-то оправдание. Я ни разу на страницах Евангелия не нахожу, чтобы ученики роптали. Знаете, собрались на домашке и говорят, ну этот дьякон, ну этот Иисус, ну что он делает с нами? Ну опять идти на улицу надо. Я не вижу этого. Ни одного текста я не нашел. Поверьте мне, я искал. Но их там нет. И ученики, наоборот, всегда делали это с большим удовольствием. Ученики всегда откликались на просьбу Иисуса идти и служить неверующим людям. Они всегда это делали с большой радостью. И в их служении, или их служение всегда было наполнено плодами. Их служение всегда было наполнено спасенными душами. Их служение всегда сопровождалось чудесами и знамениями, исцелениями и освобождением. Вы знаете, я думаю, причиной, почему они не роптали, почему они не опаздывали на евангелизации, а всегда с большим удовольствием на них шли, потому что их сердце, в первую очередь, находилось в правильном положении перед Богом. Знаете, когда наше сердце находится в правильном положении перед Богом, то мы всегда будем хотеть спасения неверующим людям. Это один из индикаторов, которым мы можем проверить, а правильно ли наше сердце сегодня находится, в правильном ли оно положении. Это когда мы чувствуем и имеем желание служить неверующим людям, проповедовать креста распятого. Ученики, находясь в правильном положении перед Богом, они всегда искали повода, они всегда искали возможности пойти и послужить неверующим людям, но никогда не искали оправданий, чтобы этого не делать. Знаете, сегодня я хотел бы поговорить о нескольких таких шагах в нашем служении, которые помогут нам достигать неверующих людей. Которые помогут нам доставлять этот огонь спасения в жизнь тех, кто еще не знает Иисуса Христа. И первый пункт моей проповеди называется так. Проповедуй Евангелие. Проповедуй Евангелие. Недавно в одном из магазинов я увидел стенд. Стенд с семенами. С семенами овощей. Вы знаете, это был такой большой стенд, и на этом стенде было много семян. И для того, чтобы на моем огороде взошли огурцы, мне нужно с этого стенда взять огурцы, а не помидоры, и посадить их на своей грядке, а не на чужой, если я хочу, чтобы огурцы взошли на моем огороде, и чтобы я мог вкусить эти плоды. Библия, или Слово Божие, оно похоже на этот стенд, который наполнен семенами Слова Божьего. Но есть семена Слова Божьего разные. Есть семена, которые, давайте скажем, есть семя, которые являются таким благословением людей. Есть семя на исцеление, есть семя на обновление мышления, а есть семя, которое приводит людей ко спасению. Слово Евангелия, весть об Иисусе Христе, о той жертве, в которую Он принес себя за грехи человечества и отдал себя ради того, чтобы люди уверовали в Него и приняли спасение через веру, уверовали в тот подвиг, который Он совершил на кресте две тысячи лет тому назад. И текст Слова Божьего мы прочитаем из 1 Коринфянам, 2 Лава 2, 5, написаны такие слова. Говорит апостол Павел. «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Апостол Павел оставил нам пример, говоря о кресте Иисуса Христа, вследствие чего проявлялась сила Божья. И Библия говорит о том, что его проповедь, она была не в мудрости человеческой, она не была в чем-то другом, но она была в силе и духе. И вера людей, которым он проповедовал, утверждалась не на чем-то постороннем, не на каком-то слабом основании, но на силе Божьей. Согласитесь, в нашей жизни бывает, я не скажу, что всегда, но бывает так, что когда мы общаемся с неверующими людьми, мы общаемся обо всем, мы можем знать все, кроме Иисуса Христа Распятого. И если мы хотим спасения неверующим людям, нашим близким, нашим родным, нашим детям, мы никогда этого не увидим, если мы не будем проповедовать им чистой Евангелии, если мы не будем проповедовать им об Иисусе Христе, потому что проповедь об Иисусе Христе приводит людей ко спасению. Я хочу рассказать один пример. Когда-то я был в другой церкви, и мы ездили на служение маршруткой. Нам надо было с одного конца города доехать в другой конец города. И мы садились, и одна сестра, старшая такая, с нашей церкви, она тоже ездила, очень часто мы попадали в одной маршрутке, добирались до служения. Мы с братьями сели в маршруточке, мужчинка сидит возле окошка, она увидела свободное место возле него, села, так сказать, зафиксировала его, пути отхода. Был только один, знаете, написано в маршрутке, выдерни шнурок и выдави стекло. Я думаю, она увидела, что там этого нет, и воспользовалась этой возможностью. Знаете, она начала, я не помню, как она завела разговор, как она начала вести с ним диалог, но она начала говорить ему об Иисусе. Она начала говорить о том, что каждый человек на этой земле грешен. Если вы не примете спасение, если вы не покаетесь в своих грехах, вас ждет вечное страдание, и вот пошла, пошла, пошла в таком духе. Вы знаете, а я сидел рядышком через проход, и когда я ее слушал, скажу честно, где-то в глубине сердца у меня такой был, как его называют, испанский стыд. Думаю, да ну как, как ты, сестра, так могла? Вот я бы, скорее всего, это сделал бы как-то более так мягко, вот так более деликатно. Ну, я себе нарисовал, как бы я это сделал. Но пока я себе рисовал, как бы я это сделал, она это делала. Это очень важно. Она это делала. Вы знаете, когда мы подъехали к остановке, где нам надо было выходить на служение, на мое удивление, она встала, с ней встал этот дядечка и пошел на служение. А рядом со мной сидел неверующий человек. Я встал и пошел на служение сам. Встал и пошел на служение сам. Знаете, суть этой истории такова. Нет ничего сильнее, чем простое Евангелие. Нам иногда может казаться, что мы можем что-то придумать лучшее. Но апостол Павел говорит, что слово мое базировалось ни на человеческой мудрости, ни на чем-то другом. Я предпочел ничего не знать, кроме Иисуса Христа распятого. И когда мы проповедуем Иисуса Христа распятого, на Евангелие приходит сила Святого Духа. И что-то производит в людях, что, возможно, нам даже не видно глазами, но то, что обязательно произведет плод. Плод спасения. Возможно, это будет сразу, как в случае с этой сестрой. А, возможно, это может быть и не сразу. Возможно, это займет какое-то время. Вы знаете, недавно я переслушивал некоторые проповеди и услышал одного пастора, который рассказывал пример. Пример одной девушки, как Слово Божье, Слово Евангелие сыграло сильную роль в ее жизни. Этот пример был из той церкви, в которой я был. Эта девушка являлась служителем реабилитационного центра. И когда-то она была молодой наркоманкой. И ее мама в отчаянии, ища какие-то пути, пути, возможности, как можно ей помочь, столкнулась с верующими людьми и уверовала в Иисуса Христа. Стала членом церкви, стала служить Богу. И знаете, еще долгие годы мама каждый раз проповедовала ей об Иисусе. Она рассказывала ей о том, что только Иисус может изменить твою жизнь. Он отдал себя за тебя. Ты можешь в любой момент обратиться. И Божья сила придет к тебе и наполнит тебя. И ты сможешь победить этот грех. Вы знаете, долгое время она насмеивалась над ней. Долгое время она не принимала этого. И однажды, когда ей было очень плохо, это реальная история, когда ей было плохо, ну, от наркотической зависимости, а это так, как это западная Украина, она куда-то поехала в какое-то село, нашла какой-то огород, там, где рос мак, полезла туда, нарвала этого мака, кинула его на кучу, знаете, и села, то ли хотела что-то сделать, чтобы уколоться, то ли хотела наесться его, я не знаю, что она хотела сделать, но в тот момент, когда она хотела это сделать, у нее по глазам потекли слезы. Просто на ровном месте. Она сначала не могла понять, почему, что с ней происходит, а потом в сердце, в глубине сердца начали оживать слова Евангелия, которые долгие годы мама говорила ей. Слова или тексты Слова Божьего, которые мама цитировала ей, которыми мама обклеивала всю комнату, чтобы дочь могла их видеть. Эти слова Евангелия начали звучать уже не из уст ее мамы, они начали звучать в глубине ее сердца. На удивление, она оставила это все на том месте. Она пошла домой, она молилась вместе с мамой молитвой покаяния, и с того момента Бог дал ей свободу. И уже прошло лет 15, и по сей день она является служителем и помогает таким же людям, как она. Дорогие братья и сестры, слово Евангелие имеет огромнейшую силу. В конце этого пункта я хотел бы поделиться одной мыслью. У Авраама, давайте скажем, был внебрачный сын. Так произошло, что в его жизни появился Измаил от служанки по имени Агарь. В свете не совсем хороших обстоятельств, которые творились в этой семье, они были выгнаны, выгнаны в пустыню. И Библия говорит, что они заблудились. И когда они заблудились, у них закончилась вода, и Измаил начал умирать. Измаил, он начал остановиться плохо. И Агарь, чтобы не видеть, как этот молодой отрок умирает, где-то оставила его, а сама ушла, Библия говорит, на выстрел лука, чтобы не видеть, как ее сын сейчас умрет. Знаете, и Библия говорит о том, что Бог в тот момент услышал Измаила и послал своего ангела. И ангел даровал и ему, и Агаре спасение, показав им источник воды, где они напились. Вы знаете, причиной, почему Бог спас Измаила, или причина была одна, потому что в нем было семя Авраама. В нем было семя Авраама. Дорогие братья и сестры, если мы будем сеять семя спасения в жизнь наших родных, в жизнь наших близких, в жизнь наших детей. Послушайте, мы увидим их спасение тут на земле. Мы увидим, возможно, его мгновенно. Возможно, мы увидим его через долгие годы. А может быть, мы его на этой земле и не увидим. Но мы с ними обязательно встретимся на небесах. Потому что верен обещавший. Он спасет, Слово Божие произрастет, и будет плод, будет плод спасения. Пусть Бог благословит нас. Второе, в чем бы я хотел говорить, называется так, не ищи оправданий. Знаете, я как пастырь по местной церкви, хоть и с минимальным стажем, как говорится, но, знаете, уже для себя кое-какие выводы сделал. В церкви практически можно организовать идеально любой процесс, кроме одного. Кроме как собрать церковь на евангелизацию. То есть не на евангелизационное служение внутри церкви, а на евангелизацию, чтобы братья и сестры вышли за пределы церкви и пошли проповедовать Евангелие. Практика показывает, что когда ты организовываешь евангелизацию, практически все хотят идти на нее. Не, не практически, все хотят идти на нее. Все согласны, у всех есть планы, но почему-то с вечера минимум 50% людей отсеиваются. Что-то происходит, кто-то начинает бояться, кто-то не может, кто-то находит в себе какое-то оправдание, но если в лучшем случае 50% людей от всех желающих или подтверждавших свою кандидатуру на великий подвиг Христов приходят, то это хорошо, 50%, а то и меньше. И причин выдумок, знаете, бывает много. Нам свойственно себя оправдывать, нам свойственно что-то выдумывать для того, чтобы оправдаться. Ой, да я же как Моисей, я же не умею разговаривать, а там есть Аароны, Бог, пошли лучше их, я тут буду где-то сидеть в тылу, буду везти домашку, буду чай готовить, все что угодно, только не там, я не могу, а у кого-то другие критерии, я не знаю языков, да я бы хотел быть высоким, красивым, а я маленький и возможно не очень красивый, я имею ввиду, ну сам себя оправдываешь, знаете, я же говорю про самооправдание, и мы можем придумать себе множество таких оправданий, которые в реальности вообще не имеют никакого отношения к нам, просто для того, чтобы этого не делать. просто, чтобы не идти, знаете, и не сталкиваться с каким-то стыдом, с каким-то неудобством, с каким-то дискомфортом. Слово Божье у пророка Еремии в 17 главе говорит такие слова, лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Вы знаете, Библия четко дает нам понять, что наше с вами сердце лукаво и испорчено. А значит, оно может нас без нашего ведома развести. Оно может нас обмануть. Ну, оно лукаво по своей природе. Так говорит Библия. И оно может находить какие-то оправдания для нас самих, в которые мы, естественно, с большим удовольствием верим. особенно, когда стоит вопрос евангелизации. Знаете, на самом деле, для того, чтобы проповедовать Евангелие, нам нужно верить, нам нужно знать, что великое поручение дано мне Иисусом Христом, дано такому, какой я есть. Бог, давая поручение, относился к людям, давая его неизбирательно. Он не давал поручение, ага, метр восемьдесят, идешь, метр девяносто, идешь, блондин, идешь, говоришь красиво, идешь, ага, боишься, не идешь. Я вам скажу так, что если бы евангелизация основывалась на страхе, никто бы вообще никогда бы не евангелизировал, потому что все боятся, всем стыдно где-то периодически, и это нормально, но нам свойственно, знаете, себе рассказывать, себя обманывать. И Иисус Христос две тысячи лет назад дал свое поручение каждому, 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 вне зависимости от того, боимся мы или не боимся, высокий мы или низкий, худенький мы или полненький, вне зависимости от наших способностей, вне зависимости от того, имеем мы что-то или не имеем, Бог дал нам поручение проповедовать свое слово каждому человеку на этой земле. Вы знаете, у нас в поместной церкви есть один брат, его зовут Тарас, его привезли к нам, его тетя когда-то привезла его к нам на реабилитацию, он был алкоголиком, а он от рождения имеет особенности в развитии, особенный человек, знаете, у него плоховатая речь, она не то, что плоховатая, она особенная, но таким Бог его сотворил, Бог допустил ему таким быть, и он просто особенный человек, возможно, немножко отличается от нас. Знаете, этот брат прошел реабилитацию, этот брат принял водное крещение, этот брат уже пять лет, приблизительно или шесть, в нашей церкви, он приходит на все мероприятия, которые есть в нашей церкви, везде помогает, знаете, убирать город всегда он, на какие-то конференции что-то готовить всегда он, он всегда с открытым сердцем, всегда идет и служит Богу. Вы знаете, недавно у нас была пастырская школа, и мы были на пастырской школе, и районный пастырь с моей поместной показал мне фотографии с евангелизацией, ну, и когда я начал листать эти фотографии, я увидел на этой евангелизации его, человека с особенностью, который бы уж точно мог найти себе оправданий этого не делать, а он брал и это делал. Вы знаете, я когда увидел эту фотографию, мне аж стыдно чуть стало, скажу вам честно. Знаете, мы такие все полноценные на самом деле, как нам кажется. Мы можем говорить, у нас есть руки, ноги, у нас все есть, и порой не заставишь. А этот парень с большим удовольствием шел и проповедовал Христа, так как мог, не ища себе оправданий. И я верю, что через проповедь таких людей Бог обязательно спасет кого-то. Обязательно. По-другому быть не может. В Библии есть одна история о двух сестрах. Одна была очень красивая, а другая была, Библия говорит, ну, давайте скажем, с особенностями. Одну звали Рахиль, другую звали Лия. Лия с детства была больна глазами, Библия говорит. Скорее всего, косоглазая. У нее было косоглазие. И знаете, когда ты растешь в лучах красоты твоей сестры, а сама не имеешь этого, когда на нее обращают все внимание, а на тебя нет, когда все мужчины, скорее всего, бегали за ней, знаете, добивались, возможно, ее руки, а на эту не обращали внимания, то скажу вам, по-человечески, наверное, это очень тяжело. Это очень больно, это очень плохо. Вы знаете, когда тебя просто берут и подсовывают под мужчину, потому что ты обречен, ты обречен остаться одной, потому что тебя никто не возьмет, это, наверное, еще гораздо больнее, когда тебя потом этот мужчина не любит, когда этот мужчина все-таки любит другую. Вы знаете, Библия говорит о том, что в этом браке была Лия с Иаковым, у Иакова была жена Рахиль, которую он все-таки добился, да, и мы видим один интересный момент, что Лия, будучи неполноценной, давайте назовем в кавычках неполноценной, или будучи женщиной с особенностью, которая, возможно, по человеческим меркам, ну, она не вписывается, да, в контекст полноценного общества, она начинает рожать. И из тех людей, из тех детей, кого она рожала, был Левий и был Иуда. А мы знаем, что Христос из колена Иудына. Дорогие братья и сестры, послушайте, как бы мы себя не оправдывали, я хочу, чтобы мы знали, какими бы мы ни были, Бог через Лию даровал, давайте скажем, ну, или она стала прародительницей Иисуса Христа, прародительницей того, кто дал спасение всем нам. Будучи неполноценной, будучи, наверное, немножечко не совсем, как бы, как нам представлялась бы, знаете, такой успешной, хорошей, будучи женщиной с особенностью, через нее пришло спасение в этот мир. Через какое-то время я имею в виду. Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры, помните, что, какими бы мы ни были, давайте мы не будем себя оправдывать, давайте мы не дадим нашему сердцу, которое лукаво и подпорчено, нас обманывать, а будем проповедовать Евангелие и служить нашему Господу Иисусу Христу. Пусть Бог благословит нас. И третье, служи людям, служи людям. Вы знаете, не всегда так бывает, что наше благовестие ограничивается только словами. Очень часто, когда мы благовествуем людям, в особенности, разным категориям проповедуем Евангелие, люди нуждаются не только в благовести, хотя и так, безусловно, но нуждаются в каком-то практическом служении, потому что имеют ряд каких-то проблем или находятся в каких-то таких-то ситуациях. Может быть, от банального, знаете, человек просто в возрасте, возможно, не может добраться до служения, его нужно просто встретить, привезти, доставить, отвезти, возможно, это что-то более сложное, знаете, когда зависимый человек, с ним надо помотаться, его надо определить в центре реабилитации, возможно, за него нужно внести оплату и послужить практически, и таких, скажем, таких ситуаций может быть, но, может быть, кто-то в болезни, в серьезной болезни, нужна помощь лекарствами, и просто наших слов недостаточно, нужна практическая помощь, которую мы можем оказать людям. И знаете, если есть ситуации, которые нам под силу, под силу, и мы можем с легкостью как бы их решить, то бывают такие ситуации, которые нам не под силу. Когда наших ресурсов, например, может не хватить для того, чтобы помочь тому или иному человеку, мы можем он , он не в это не это это место» в в в в в в Иисус Христа. Читаем Матвея, 15 глава, 32 стих. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь и немного рыбок». «Тогда велел народу возлечь на землю, и взяв всем хлебов, и рыбы воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков, всем корзин полных. И евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей». В этой истории мы видим, как Иисус хотел помочь людям, как Иисус хотел практически послужить людям, которые были голодны. И для того, чтобы послужить этим людям, он обратился к своим ученикам. Дорогие братья и сестры, да, так бывает в основном всегда, когда Иисус хочет послужить кому-то, он часто к кому-то обращается. Он часто стучится в чье-то сердце и хочет направить этого человека к тем людям, которые нуждаются в практическом служении, которым он лично хочет послужить через нас. Подобными вызовами мы точно так же сталкиваемся в нашей повседневной жизни, в нашем повседневном служении. И точно так, как ученикам не хватало, или точно так, как у учеников не было ресурса для того, чтобы осуществить то служение, которому Иисус их, так сказать, хотел привлечь, точно так, таких ресурсов бывает, не хватает и у нас. И Иисус задает им вопрос, сколько у вас чего есть? Говорят, у нас есть там немного рыбы, немного хлебов. И он берет у них эти хлебы и преламывает их. И мы видим чудо, чудо огромного умножения. Знаете, подобные вещи могут происходить и в нашем служении. Когда мы имеем что-то малое и отдаем это Иисусу Христу, то Иисус Христос из малого делает многое. Иисус Христос может из малого, которое мы отдаем на служение Ему, сделать многим, сделать достаточным для того, чтобы мы могли практически послужить тем людям, которым Он нас направляет. Кто за клавишами может выходить, мы будем уже переходить к молитве. Знаете, я хочу рассказать один последний пример. В конце октября одному из наших лидеров домашней группы позвонил телефон. Он взял трубку. Девушка еле, говоря дрожащим голосом, говорит, помогите, пожалуйста. Умираю. Нахожусь там-то, там-то. Не могу ни встать, ни ходить, ничего. Уже братья поехали на Святошино, какое-то старое заброшенное административное здание. Когда они пришли туда, они увидели, что на куче мусора валяется девушка, наверное, весом килограмм 20-25, я не знаю, не больше. Просто на куче мусора валяется и все. И не может ни встать, ничего не шевелиться. Как потом выяснилось, эта девушка, она наркоманка. Ей когда-то на евангелизации дали визитку, эта визитка сохранилась у нее. Она взяла наркотики в аптеке и пошла туда, в это здание, чтобы, видать, уколоться. И когда укололась, я так думаю, что почувствовала себя суперменом, я не знаю, несмотря на свою весовую категорию. И там с каким-то бомжом что-то начала ругаться. Этот бомж просто ее толкнул. А когда ты весишь 25 килограмм и колешься всю свою жизнь, просто от падения упал, она переломалась. Вся переломалась. Сломала шейку бедра, лежала двое суток в холодильнике. Почему-то сразу не сообразила это сделать, но... Братья, когда приехали, увидели это, они не могли понять вообще, а как можно ей послужить, как можно помочь, что тут можно сделать. Вы знаете, вызвали скорую, скорая не хотела ее брать, да что с ней делать. Уговорили, все взяли, отвезли в больницу. Ездили, служили постоянно, что-то возили, какие-то лекарства, какую-то помощь, помогали ей постоянно. Вы знаете, по сей день она лежит в больнице, потому что ситуация очень тяжелая по здоровью. Но буквально несколько недель назад они привезли ее на евангелизацию к нам. В конце служения, когда звучал призыв к покаянию, она отозвалась на призыв Божий и вышла и примирилась с Иисусом Христом. Вы знаете, когда я разговаривал с этим братом, он говорит, ты знаешь, вот казалось бы, вроде бы, да что тут, просто отвезите в больницу и все, и хоть там будет. Но когда ты смотришь на человека с пониманием, что есть не просто больница, что ей не просто нужна физическая помощь, что ей нужен Бог, что ее нужно как-то послужить ей, чтобы она приняла Иисуса, то, говорит, по-человечески вообще не было понимания, как это можно сделать. Но когда мы начали делать шаг за шагом, началось больницы, началось скорой, началось посещение, мы увидели, как процесс начал идти. Сегодня она примирилась с Христом. Да, она еще лежит в больнице. Но мы верим, что Бог, начавший в ней доброе дело, обязательно доведет его до конца. И она будет спасена, она будет в Церкви Божьей, она будет свидетельствовать о чудесах Божьих в своей жизни. Давайте встанем на наш иной. Сегодня мы говорили о трех вещах. О проповеди Евангелия. О том, что важно проповедовать Слово Божье. Мы говорили о том, чтобы мы не оправдывали себя, а шли и служили, проповедуя Слово Божье. И третье, чтобы мы служили практически. Даже когда у нас нет ресурса, мы должны помнить, что когда мы начнем, Бог из малого сделает большее. Давайте помолимся. Дорогой Господь Иисус Христос, мы приходим к Тебе в этой молитве и благодарим Тебя, Божье, за то, что сегодня можем слышать Слово Твое. Иисус, я прошу, пожалуйста, благослови нас, Божье, исполнять Твою волю, Господь, проповедовать спасение, лето Твое благоприятное, Господь. Научи нас, Божье, сеять семя Евангелия, верить, Господь, что оно имеет огромную силу привести человека ко спасению, Господь. Я прошу, благослови, Господь, не оправдываться, Иисус, не оправдывать себя, а идти и служить Тебе, зная, что Ты, Божье, послужишь через нас. А также, дорогой Господь, я прошу, благослови, благослови нас, Иисус Христос, отдавать то малое, что у нас есть, Тебе на служение, зная, что Ты из малого сделаешь большее. И послужишь тем, Господь, кому посылаешь нас. Мы благодарим Тебя за это время, за это слово, во имя Иисуса Христа. Аминь.